Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам с нотой ириса. Я знаю, многими эта нота любима, в том числе мной. У меня есть много ароматов с нотой ириса. Эти ароматы ни с чем не спутаешь. Эту вот пудровость, эту сладость, эту манкость. Ее вот, ну, невозможно не заметить, невозможно игнорировать. И если вы полюбите ароматы с нотой ириса, то, конечно, они будут у вас в фаворитах долго-долго-долго. Вы будете везде ее искать. Ирисы вообще мои самые любимые цветы. Я их люблю. Они грациозные, хрупкие, красивые. Люблю все оттенки ирисов. От синих до фиолетовых, до кремовых, до белых. И хотела, честно говоря, в видео поставить именно ирисы, но их не было. И мне муж купил вот такие цветочки. Но они тоже очень красивые, мне кажется. Вполне могут подойти под это видео. Но не ирис, конечно. Конечно. Ирисы на данный момент больше, по-моему, 200 разных, не пород, наименований этого цветка в мире существует. В Японии его почитают очень сильно по сей день этот цветок. Даже у них есть фестиваль ирисов, праздник ирисов. Он проходит в мае, когда этот цветок зацветает. И там у них прям празднования такие. Но я вообще хочу поехать в Японию, я уже говорила. Мне кажется, это потрясающая страна. По всех. По всех видах. Очень мне нравится. И ароматы с ирисом. Ароматы с ирисом в парфюмерии очень как бы популярны. Нота ирисовая. Сам ирис по себе как цветок, он имеет очень тонкий запах. Ну и он не пахнет так, как пахнет эта нота именно в парфюмерии. А парфюмерный ирис получают за счет дистилляции корней ириса, выдержанных три года. И когда этот процесс происходит, образуется такое ирис-бата называется. Ирисовое масло, такое вещество кремового такого цвета, действительно похожее на масло. И вот оно имеет как раз это вещество, очень-очень-очень яркий, сладкий запах. И в большой концентрации, когда мы его уже развели, он именно дает эту пудровую ноту, которую мы все знаем в ароматах с ирисом. Ирис-бата вообще сейчас в парфюмерии самый дорогой компонент парфюмерный, даже дороже, чем амбра и даже дороже, чем мускус. Именно за счет того, что сложно его извлечь из этих корней. Ну, короче, я не специалист, поэтому так кратко. И давайте начнем с ароматов с ноты ириса. Самый мой любимый аромат с ноты ириса – это ирисовая пудра от Фредерика Малли. У меня его нет. Он закончился. Я что-то стормозила, надо было взять у подружки. Он у нее есть. Ну, ладно. Я оставлю ссылку, может быть, на видео, когда я рассказываю об этом аромате. Ирисовая пудра Фредерика Малли – это божественная пудра. Это вот просто вот эталонная пудра для меня. Эталонная вот именно ирис. Пыльный, немножко терпкий, немножко колючий, в меру сладкий. Он может заполнить с собой всю комнату. Он похож, знаете, по ощущениям, вот когда пробка из-под шампанского вылетает, такого дорогого шампанского, дорогущего, такого французского, такого брюд, такого прям вот горького-горького-горького шампанского, сухого. И вот этот вот дымок, и вот если вот его понюхать, этот дымок, он такой горьковатый, пыльный, вот он прям вам в нос вот проникает и кружит голову. Вот этот аромат, он такой, для меня. Но у меня его нет, надо будет, наверное, когда-нибудь опять его приобрести. И следующий аромат. Остальные все ароматы у меня уже есть здесь. Шанель номер пять. Аромат, безусловно, тоже с эталонной ирисовой нотой, с эталонной пудрой. Пудра здесь уже более такая сладкая, не такая колючая, но она может быть колючей и прохладной в прохладное время года. Вот в прохладное время года он ведет совсем себя по-другому, нежели вот, ну вот у меня сейчас, например, тепло. И в тепле он более такой сладкий, он более такой, ну, сливочный, может быть. Шанель номер пять, о ней можно рассказывать вечно. Это потрясающий аромат, мой любимый на данный день. Следующий аромат, в котором тоже очень красивая пудра, это Красная Москва. Красная Москва для меня аромат вот какой-то вот праздника, аромат счастья. Мне кажется, он незаслуженно вообще забыт, но он не забыт, незаслуженно, его нужно рекламировать, его нужно продвигать, мне кажется, нужно вот, может быть, флакон дизайн сделать классный, но он может стать символом опять, как это было когда-то. Аромат просто потрясающий, аромат великолепный, здесь уже больше напора, здесь уже больше такого порыва, не такой он политкорректный, может быть, как Шанель номер пять, но тем не менее он горячий, он горячий, он женственный, он сладкий, в то же время с горчинкой, с перчинкой. Классный аромат, классный, люблю его очень. Следующий аромат от Шанель, это Шанель номер девятнадцать, пудра, пауда, пудра. Я его обожаю летом, я обожаю его летом, здесь пудра зеленая, здесь пудра такая, вот знаете, зелено-золотистая, как пыльца, мимозы, ну что-то такое в нем есть. Летом он ведет себя просто потрясающе, он меняется почти каждый час, от зеленого до желтого, до белого, и переливается, он переливается на солнце. Аромат потрясающий, летом я бы вообще ванны с ним принимала, если бы была на это возможность. Очень красивый аромат именно на лето, мне он нравится. Следующий аромат я нанесла заранее, это Шанс, у меня вот такая коробочка с тремя пробниками, это Шанс Эртенда, там пудра тоже присутствует. Я его нанесла сюда, здесь пудра очень мягкая, очень девичья, такая вот прям невесомая, как такая вуаль, вуаль очень нежная, цветы, немножко цитрусов, но красиво. Красиво, знаете, так изящно, тонко сделано, очень тонко. Такой девичий аромат, знаете, мне кажется, подойдет, всем подойдет, подойдет всем. Дальше аромат мой самый любимый, тоже, у меня все любимые. Джульетт Хезеган, Citizen Queen. Здесь пудра с кожей, здесь, знаете, вот такая надушенная, напудренная, кожаная, дорогая перчатка, запушевая даже, наверное. Аромат просто вот, ну для меня эпохальный, я его настолько любила в том году, ну я его сейчас люблю, но в том году я просто не могла без него жить, вообще, вообще даже не представляла, как это так, у меня его не будет. Сейчас я так уже немножко поостыла, но все равно аромат просто грандиозный. Он женственный до кончиков вот просто ногтей, он немножко, ну он с характером, он аромат обманка, он иногда мягкий девичий, иногда такой жесткий, брутальный, вот именно вот за счет кожаной ноты. Как он на вас сядет, смотря и какая, смотря погода, какое у вас настроение. Он может вас удивлять бесконечное количество раз. Он невероятно шлейфовый, невероятно комплементарный. Я уже говорила об этом много раз, не устану повторять. Потрясающе. Следующий аромат с пудровыми нотами, давайте будет арпэш. Арпэш я ношу очень редко, потому что иногда он на мне индолит. Я к этому не готова, никогда. Ну кто к этому готов? Альдегидная пудра. Альдегиды, белые цветы. Вот он индолит, даже сейчас у меня из флакона, к сожалению. Аромат красивый, грациозный, немножко кремовый, немножко такой статусный. Вот он статусный, он реально статусный, если куда-то вам нужно на выход, что-то такое. Но к нему нужно вот, вот к этому аромату нужно подготовиться, к нему надо прийти, как-то продумать, что ли, свой внешний вид. В отличие от всех других ароматов, мне вообще никогда не важно, какой аромат, что, как я одета, хочу, беру, пользуюсь. А вот в этом случае у меня так и почему-то не получается. Арпэш. Следующий аромат с нотой пудры это Шелемар Инициал. Снятый, 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 всеми любимый и все же сожалеют, чего ж так его сняли. Хороший, да, хороший аромат, выпустят, куплю еще. Тут пудра. Здесь пудра, и мне, как же мне нравится этот Шелемар, за счет того, почему? Потому что он не сладкий. Нед в нем, вот в этой вот гурманской, гурманской, шелемаровой ванили. Здесь он такой более пыльный, более горьковат, горький, более какой-то, более какой-то терпкий, терпкий, как будто вот, вы знаете, лекарство какое-то, вот такое терпкое. Очень красивый аромат, бесподобная пудра здесь, такая породистая. аромат вообще породистый, если так можно сказать про аромат. Следующий тоже будет Шелемар, это Эдус Шелемар. Здесь уже, конечно, сладость, но скрашенная прекраснейшим стартом, цитрусовым, я обожаю вообще этот цитрусовый старт. Потом, конечно, да, потом это узнаваемая шелемаровая, шелемаровская ваниль, очень красивая. здесь очень он легкий, в отличие от классического, скажем так, шелемара. И пудра здесь такая же легкая, сладкая, кремовая, очень такая тягучая, как, как повидно, как повидно. Ну, что-то такое, ну, есть, да. Следующий аромат с пудровыми нотами это вот этот аромат, Хасу Нохана от Гроссмис. А ароматы Гроссмис вообще просто произведения искусства, они легендарные, на мой взгляд. Они пахнут, они как будто не из нашего времени пришли, они вот пахнут историей, пахнут какими-то странствиями, пахнут ну, чем-то грандиозным, чем-то совершенно не из нашего времени, да, не из нашего мира. Ну, я уже сказала, повторяюсь. Здесь очень красивая пудра, винтажная, винтажная пудра, да. Он винтажный, он немного ретро, за счет этого он мне и нравится. Потрясающий аромат. Мне нравится их носить в любое время года, но делаю я это крайне редко, потому что ароматы специфические и тоже под определенное настроение. Просто так, вы знаете, взять, напшикаться и пойти. К ним нужно подготовиться. Красивый аромат, очень красивый. Следующий аромат с нотой пудры это Джульетт Хезеган аромат мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Четыре мэ. А у меня семь с половиной миллилитров вот такой, вот такая вот штучка. Это в Сифоре у нас продается. Здесь... Я сначала мне когда посмотрела, в пирамиде есть пудра. Думаю, так странно. Поносила его и поняла, да. Действительно, пудра есть, Но не в начале, она тут есть именно в базе. В начале здесь много малины, много каких-то таких кисловатых нот, он очень сладкий, очень такой жеманный немного. Но в базе идет такая красивая пудра, знаете, очень легкая, воздушная, как сахарная вата. Вот сахарная вата и вот этот аромат, вот они какие-то одинаковые для меня. Сахарная вата, она сладкая, но в то же время легкая, пушистая и вкусная. Вот такой аромат и такая здесь ирисовая нота, такая здесь пудровость. Следующий аромат пудровый, в котором присутствует ирис, это Трезор от Lancome. У меня вот такая маленькая миниатюра, я ее иногда ношу. Какая-то нота меня в нем немножечко раздражает, но в целом мне он очень сильно нравится. Не знаю, может быть, когда-нибудь я приобрету себе большой флакон, посмотрим. Здесь миндаль. Ну вот я слышу здесь какой-то миндаль, миндальное молочко. И вот пудра здесь вот именно какая-то ореховая, если так вот можно выразиться. Аромат очень женственный, аромат такой обволакивающий, окутывающий, обнимающий вас. Очень такой вот эротичный, я бы сказала. Вот есть в нем какая-то эротик. Следующий аромат с нотой пудры, это Анаис Анаис от Кошарелли. Вот это тоже незаслуженный аромат, потому что мне кажется, он такой классный, такой ни на что не похожий. Ну вообще Кошарелли у них были, не знаю, может быть, есть. Вот этот аромат, он даже не пудра, он как тальк. Так, тальк, и вот я его вижу себе вот из душа выйти, и вот просто как тальком бы тело вот, знаете, так можно припудрить. Вот этот вот аромат вот из той же серии. Цветочный тальк. Такие красивые цветы. И тальковая подушка. Очень хороший. Следующий аромат тоже от Кошарелли, абсолютно, абсолютный шедевр для меня это Лулу. Тут такая у меня винтажная маленькая лулушечка. Здесь есть ноты ириса. Но вообще Лулу это для меня загадка вообще большая, огромная загадка, потому что вообще расчлинить этот аромат на какие-то ноты, вообще там пытаться слышать ноты практически невозможно. Иногда я слышу чернила, иногда я слышу сливу, иногда я слышу какие-то желтые цветы. Но это просто, это потрясающе, это за гранью аромат. Зависит от настроения, зависит, я не знаю от чего, он капризный, он иногда может вогнать в какую-то депрессию, иногда наоборот, придать вам нужный задор. Очень красивый аромат. Я как таковой пудры здесь не слышу, но я не могла его не включить в этот обзор, потому что там она есть. Следующий аромат, который я вам покажу, это вот этот аромат Insolence от Guerlain. Он у меня вот в такой вот маленькой бутылочке. Был у меня когда-то давно Insolence во флаконе. Никогда, наверное, не повторю его больше, но вот такая есть, хорошо. Главное пережить старт этого аромата, он очень навязчивый, он очень громкий, он прям яростно звучит, постоянно вот-вот-вот-вот здесь, вот я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Крайне красивый в то же время аромат, вот противоречивый. И бесподобная база, вот если вы доживёте до его базы, то да, она вас, конечно, не разочарует, но старт, старт у него. В базе прекрасная пудра, прекрасная пудра, и вот она вас будет согревать ночью, когда вы уже ляжете спать. Красиво, красиво, но для меня он был очень настырный вначале. Следующий аромат, может быть, для кого-то это будет сюрприз, это Calvin Klein One. Здесь я реально слышу ирис. Помимо вот всех вот этих вот каких-то унисексовых цитрусов, я слышу здесь ирис. Ирис причём такой красивый, такой свежий. Такой, вы знаете, с холодком, с льдинками. Я обожаю вообще Calvin Klein One. Надо купить, наверное, себе большой флакон. У меня много с этим ароматом связано. Это вообще аромат просто был когда-то моим-моим-моим-моим. И вот сейчас у меня вот такой маленький аромат, но тем не менее. Бесподобный, бесподобный, хороший. Следующий аромат с нотой ириса будет вот этот. Агент-провокатор, мэтрес, госпожа, госпожа. А здесь ирис, я его слышу только в базе. Он для меня вообще этот аромат тихий. Вот я его не воспринимаю прям как другие агенты. Другие агенты у них, как я обожаю классического агента, как я обожаю Legend, как я люблю Petal Noir. Здесь он для меня самый тихий, но очень интимный. Аромат интимный, аромат с нотами замша, аромат такой, может быть, да, аромат госпожи. И вот здесь, да, здесь красивая пудра, немножко ретро. У меня, знаете, его мама забрала. Вот она у нас сейчас гостит, и она его активно использует. Он ей очень нравится. Он ей идёт, кстати. Так. И последняя. А, нет, ещё не последний, ещё два. Аромат Eau de Saisley, Eau de Toilet, двоечка. Вот такой вот шипр, лёгкий, летний, ни на что не похожий. Вот он реально ни на что не похожий. Слушайте, он такой классный. Он как будто, знаешь, как будто в лесу вы находитесь, и поют птицы, где-то водопад или ручей, и у воды. То есть вдыхая этот аромат, там и прохлада, там и горечь, там и какая-то вот, какая-то листва. Вот много-много очень картин рождает во мне этот аромат. И всё это сглаживается очень горькой, очень такой бодрящей, немножко лекарственной пудрой. Противоречиво, но вот что-то такое в нём есть. Eau de Saisley, двоечка. Очень необычный. Очень необычный. Мне они все, кстати, нравятся. У меня вот двойка. И последний аромат. Eau de Sainte-Laurent. Я его люблю, все уже знают. Для меня он пахнет шампанским. Для меня он пахнет персиками, абрикосами и так далее, и так далее. И если бы там не было пудровых нот, мне бы он, наверное, не нравился. Но это всё дело сглаживается именно вот этой вот золотой пудрой. Аромат просто сказочный, аромат один из моих самых любимых, пьянящих, манящих, весёлых, жизнерадостных ароматов. И в ресыфсан. Знакомиться. Надо знакомиться. Я вам показала именно свои ароматы, которые у меня есть. Пишите, пишите, какие ароматы есть у вас. Может быть, что-то посоветуете. И до новых встреч. Всем пока. Чао-чао.